Итак, дорогие друзья, всем привет, всех приветствую, хотел вначале сказать, потом перепутал. Сегодня готовим быстрый завтрак, причем, безусловно, с некой изюминкой, которую я сейчас вам покажу. Давайте. Значит, у меня есть тесто, у меня есть Дуся под столом, которая какого-то фига пищит и спрашивает, что я там готовлю, видимо. Вот смотрите, в магазине, забежал в магаз, вы сейчас, конечно, начнете комментировать, что, мол, типа, что, тесто самому не сделать? Да можно и самому сделать тесто, проблем нет никаких совершенно, только в магазине продается за 70 рублей целый пакет теста, что его экономить? Тесто нужно слегка раскатать, я, у меня скалка такая, знаете, сегодня, обычной нет уж, вы знаете, ни разу не пользовался, а это супруга купила для керамики, но еще и ни разу не пользовалась, и наверняка не знает, что она сейчас в надежных руках, и тесто получается такое с орнаментом. Значит, дрожжевое тесто раскатывается, я купил в магазе мраморные котлетки для бургеров, можно сделать самому, из курицы, баранины, чего угодно, любые котлетки, но быстрее получается, если у вас котлетка готова. Все веду к тому, что, если вы хоть раз ребенку дадите такую штуку, сделайте для него, вот реально, откуда у нас этот рецепт взялся? Вы наверняка помните, не в одном ролике, а в нескольких, значит, со мной вместе участвовал Александр, он говорит, а что вы не приготовите вот этот вот такой беляш? И, в общем, пришла идея такова, что давайте приготовим беляш, покажем, если вдруг кто-то не знает, получается очень прикольно и очень круто. Значит, можно раскатать, конечно, эту штуку искалкой, но, в принципе, сильно напрягаться не надо, чтобы там мясо никуда у нас не делось. Суть в чем? Суть в том, что мы внутри теста имеем фарш, да, и раскатываем его, не важно, какая форма будет у этого фарша, важно, что в дрожжевом тесте вот такой раскатанный кусок фарша обжаривается моментально. Александр еще просил туда добавить кетчуп, но это уже будет другой вариант. Небольшое количество тепла и небольшое количество масла, прям три капли. Кидаем на сковородку, 2,5-3 минуты с каждой стороны, на вторую сторону, когда переворачиваем, желательно крышкой прикрыть, чтобы и температуру снизить, чтобы он пропекся. И все, пирожок будет готов. Так, с одной стороны он поджарился, как бабушкин пирожок. Крышки у меня нет, я накрываю другой сковородочкой и быстро завариваем чай. Быстренько воду для чая. Слава богу, электрический чайник довольно быстро нагревает воду. Аквафор мой любимый спонсор, я по праву считаю его лучшим, не лучшим спонсором, а лучшим фильтром, потому что я пользуюсь им каждый божий день. У меня стоит и большой внутри фильтр. Я подумал, не разыграть ли мне пятерочку таких кувшинов среди вас. Кувшин называется Орлеон, вы его видите очень часто в моих роликах. И я думаю, что для того, чтобы получить кувшин, нужно сделать совершенно простые вещи. Обязательно оставьте коммент какой-нибудь под видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вдруг вы не подписаны. Ну а дальше все по схеме. Мы берем программку «Рандом» и выбираем пять победителей, которым отправляем эти фильтры. Секретный чай. Я всегда завариваю для себя на завтрак так. Две щепотки крупнолистового для аромата. Значит, обязательно я сюда добавляю две щепотки гранулированного. Гранулированный чай для крепости. Я люблю максимально крепкий черный чаек, чтобы, знаете, аж на зубах налет такой оставался, чефирчик. Я помню прекрасный чай я пил у Игоря Ионова в Новосибирске. Редкий случай, когда ты приходишь в гости, и тебе не жалеют заварки. Реально, вот все почему-то сейчас пьют какие-то слабенькие чаи, но я люблю именно вот такой вот. И еще, знаете, что я добавляю по утрам себе в чай? Я добавляю сушеные ягоды. Это у меня сушеная черноплодка, небольшое количество. Полезные элементы всегда должны быть в чай. Самое главное, не превращать его во фруктовый чай. Но если вы любите какой-либо другой, пожалуйста, берите и делайте что угодно. У меня есть полпакетика байкальского чабреца, я лично его собирал. Это очень крутой чабрец, имеет совершенно иной аромат. Не такой, как чаще всего в ресторанах подают, тимьян, да, выращенный. Все вместе это заливаем. Чайничек два года ездил в Питере, торговался. В итоге в магазине, в комиссионном выторговал. Пирожок снимаю с сыром. В сковородку сразу же ставлю кусочек сливочного масла. Масло растопилось. Два яичка сюда. Я заметил, даже у меня повара на кухне делают, когда разбивают, высоко поднимают. Не поднимайте никогда высоко яйцо, когда его выливаете на сковородку. Снизу раз, чтобы у вас оно не падало. Во-первых, масло не будет разбрызгиваться. А во-вторых, оно обязательно аккуратно выльется и останется целиком. Я, когда жарю глазунью, всегда надрезаю пленочки для того, чтобы яйцо растекалось. Вы знаете, что вот здесь вот есть вот такие вот пленочки. Просто проводим их аккуратно и сливаем потом вот эти пазы, заливаем, чтобы яичница была круглая. Все, главное, сковородку нельзя царапать, чтобы все было. Огонь минимальный. Буквально минутку для того, чтобы белки только-только схватились. Я, например, совершенно ненавижу и всегда баню и ругаюсь с людьми, которые мне на растительном масле жарят. Яичница получается по краям такая зашкваренная. Вкус этого растительного масла сливочный должен подчеркнуть вкус сладкой яичницы. А люди, которые жарят на растительном масле, вообще ничего в яичницах не понимают. Ужас! Так, яичница готова. Я вам вот что расскажу. Смотрите, яичница на сковородочке желательно использовать сковородку с покрытием. И на такой сковородке жарить яичницу. Так вот, видите, она болтается внутри сковородки. Это значит, что она не прилипла. И мы спокойно ее вывалим на тарелку. Бывает такое, даже вы на сливочном масле аккуратно, ничего не прилипло, но чуть-чуть остыло, яичница как бы присасывается к сковородке к этой. Так вот, и мы такие типа, раз, мы понимаем, что яичница не прилипла, но она не хочет скатываться со сковородки. Я всегда рекомендую для этого на огонечек ставить, и как только масло нагревается, оно отталкивает ее. И тогда можно спокойно, значит, ее отправлять на сковородку. Смотрите, когда тесто раскатываем, булочка, вернее, котлетка получается очень тонкая, прожаривается довольно быстро. Соответственно, кладем сюда кусочек. И кладем кусочек на него. Сюда добавляем какие-то дополнительные ингредиенты, что угодно, вы можете, помидорку. Солим. Теперь наливаем чаек. Ой, какой аромат! И ваш идеальный завтрак за 10 минут готов. Самая важная часть. Нужно пробовать, пробовать. Так. Ну, тут все понятно. Пирожок с мясом и сыром. Бабушка мне так не делала. И помидорку. Желающие могут сюда добавить зелень. Я целенаправленно не добавлял зелень, чтобы у вас был повод написать комментарий. Пишите, друзья. Можно добавить зелень, можно не добавить. Каждый по-разному завтракает. У меня, например, супруга завтракает творогом. Но при всем этом сок котлетки течет. Самое вкусное в этом завтраке – это взять, макнуть в желток и откусить пирожок с котлеткой. И обязательно крепкий чай. Потому что, когда вы завариваете чай на воде, не из-под крана, у чая нет аромата хлорки и вот этих металлических примесей, которые там. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. У меня здесь есть чем полакомиться. Пока. Пишите комменты, участвуйте в розыгрыше. Пятерым достанутся эти прекрасные фильтры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok